Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов службы муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Яна Налимов. Здравствуйте. Самарскому метрополитену исполнилось 35 лет, как отметили юбилей на предприятии и в городе. Что изменится в работе метрополитена после ввода в эксплуатацию станции метро «Театральная»? Когда может быть построена 12-я станция Самарского метрополитена? В нашей студии Сергей Шамин, директор муниципального предприятия городского округа Самара, Самарский метрополитен. Сергей Владимирович, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый вечер. Итак, юбилейная дата была отмечена в конце прошлого года – 35 лет Самарскому метрополитену. И в начале программы я предлагаю вспомнить историю. Куйбышев Самара стал пятым городом в России, в котором есть этот вид транспорта. Вот почему когда-то было принято решение строить в городе метро? Ну, 25 декабря 1987 года, на мой взгляд, изменило жизнь многих горожан. Произошло событие, что в городе все-таки заработал новый вид транспорта – это метрополитен. Были введены четыре станции метрополитена, протяженность линии была 4,5 километра. Вроде бы небольшой метрополитен, но только за первые пять дней было перевезено 450 тысяч пассажиров. То, что показало, в принципе, то, что решение было принято правильно. Потребность в новом виде транспорта, она нужна, и она востребована жителями городского округа Самара. Но для того, чтобы такое событие, оно все-таки состоялось, была, на мой взгляд, была проделана колоссальная работа руководством области на тот промежуток времени. Это первым секретарем ЦК КПСС обкома партии товарища Орлова и руководству города, которое приложили немалые усилия для того, чтобы все-таки доказать, что метрополитен в городе Куйбышево нужен. При рассмотрении данного вопроса было достаточно много вариантов не только строительства метрополитена, но и были сторонники строительства скоростного трамвая, подземного трамвая, как в городе Волгограде, который был построен. Но все-таки окончательное решение было принято за метрополитеном. Я считаю, что это решение было принято правильно. После ввода первой очереди метрополитена в городе Куйбышево поэтапно до настоящего времени были введены еще шесть станций метрополитена. Это в 1992 году станция Советская, в 1993-1994 год станция Спортивная Гагаринская. Достаточно быстро и эффективно станции строились. Затем в 2002 году станция Московская, в 2007 год это станция Российская, в 2015 год станция Алабинская. С вводом каждой станции метрополитена количество перевезенных пассажиров в общей сложности увеличилось. Для примера, если взять, вот в 1993-1994 год были введены в эксплуатацию станции Спортивная Гагаринская. И перевозка в 1994 году в сравнении с 1993 годом увеличилась на 46%. И 1994 год он был у нас знаменательным тем, что в этом году было перевезено максимальное количество пассажиров за все время. Мы перевезли в 1994 году 38,7 миллиона пассажиров. На 1 января этого года в общей сложности метрополитенам за 35 лет перевезено 661 миллион пассажиров. Ну, огромная на самом деле цифра. Кстати, я, знаете, вот хотел еще вспомнить кого? Ведь товарищ Росовский, его господином нельзя назвать, потому что это был советский человек, ведь самарский метрополитен, насколько я помню, носит имя его, и говорят, что это был человек, который вложил, ну, огромный вклад вот в этот проект, и где-то, может быть, даже если бы не он, тут еще большой вопрос, был бы метрополитен или нет, или если бы был бы, то когда? — Товарищ Росовский, да, на самом деле он приложил достаточно много усилий для того, чтобы метрополитен в городе Куйбышеве, он все-таки появился, да, его основная заслуга в том, что он его все-таки построил и ввел в эксплуатацию. — Он вообще был строитель великий. — Да, 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 и самый главный вопрос, насколько история, и Александр Николаевич Косарев вот с ним недавно встречался перед юбилеем, который был руководителем штаба по строительству, в первую очередь, метрополитена, он достаточно интересные вещи рассказывал, и самый трудный момент был это приступить, приступить к началу строительства метрополитена. Все очень сильно опасались о том, что улицу Победа и 22-й портсъезд перекроют, и все движение встанет, нарушится перевозка пассажиров, доставка тем более в промышленную зону, где все работники работают вот в этом отношении. Вот это вот был самый сложный промежуток времени. Они взяли на себя ответственность, дали разрешение, и на определенный промежуток времени, извините за выражение, ушли от телефонов. И с этого момента строительство началось. — Ну, в принципе, как бы умение взять на себя ответственность и сказать, я решил, и если я ошибся, я отвечу за свое решение, это, наверное, ну... — Стоит. — Оно стоит того, это очень много, и это, ну, на самом деле, наверное, главное качество руководителя, в общем-то, которому только можно поаплодировать и поучиться. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу. — Хорошо. Это было такое открытие, это было техническое чудо, и все, конечно, этого ждали много лет. И это мечта многих поколений, и она сбылась 35 лет назад. В 1987 году в Куйбышеве появился один из самых экологичных и быстрых видов транспорта. К моменту открытия метрополитена насчитывалось 4 станции — Юнгородок, Кировская, Безымянка и Победа. Тогда же заработала и электродепо Кировская. После введения в эксплуатацию метрополитена его протяженность составляла 4,5 километра. Сейчас подземка тянется почти через весь город — свыше 11 километров. Это один из самых востребованных видов транспорта. Предприятие постоянно совершенствуется, постепенно метро движется в исторический центр города. Уделяют внимание и состоянию поездов. По государственной программе «Развитие транспортной системы Самарской области» с 2019 года на заводе холдинга «Метровагонмаш» в Санкт-Петербурге капитально отремонтировали 22 вагона из Самары, продлив их срок службы еще на 15 лет. Пять вагонов получили новый облик и начинку, и уже 16 декабря нынешнего года вновь вышли на линию. Планируется, что в 2023 и 2024 годах капитально отремонтируют еще 22 единицы подвижного состава метрополитена. Напомним, что в 2020 году парк Самарской подземки пополнился новым четырехвагонным составом. Таким образом, к открытию станции «Театральная» почти весь транспорт на базе электродепо «Кировская» будет обновлен. Когда заработает станция «Театральная», пассажиропоток вырастет еще больше. По расчетам специалистов, в кратчайший срок он может увеличиться минимум на 15%. Возникнет необходимость работы на линии и большего количества поездов. Поэтому техпарк целенаправленно готовит к тому, чтобы со временем сократить интервал движения, обеспечив его в пределах 6-8 минут. Вы посмотрите, сколько в последнее время много сделали. И подвижной состав приобретается, и станция строится. Поэтому я могу вам сказать, что мы сейчас абсолютно четко, уверенно смотрим будущее и абсолютно уверены в следующем развитии метрополитена. Связать подземкой отдаленные районы Самары с историческим центром – одна из первоочередных задач. Продолжение строительства метро – это не только гарантия усовершенствования транспортного сообщения. Повысится и туристическая привлекательность города. Активно обновляются и станции метро. Совсем скоро установят новые интроскопы для досмотра багажа, что увеличит безопасность как пассажиров, так и сотрудников Самарской подземки. Сергей Владимирович, мы увидели в сюжете, действительно для людей это было событие. Я, собственно, вспоминаю себя. Я был еще весьма молодой человек. У меня было главное ощущение, что мы стали столичным городом. Вот знаете, для меня метрополитен – это был символ столицы. И еще одна вот маленькая деталь была в сюжете. Метро – это самый экологичный вид транспорта. Это вот тоже нельзя забывать, потому что, ну, собственно говоря, выбросов никаких, и все находится под землей. Вот на сегодняшний день что из себя представляет Самарский метрополитен, вот если в целом взять? Ну, метрополитен по своей структуре – это, в принципе, достаточно сложное инженерно-техническое сооружение в определенной степени. И те станции метрополитена, которые с 1987 года введены в эксплуатацию, которые были введены в последующие годы, мы на месте не стояли в этом отношении. Мы систематически и периодически проводили, как и капитальный ремонт, модернизацию нового оборудования. По некоторым моментам мы были впереди и других метрополитенов. Так, будем говорить, еще в 1988 году у нас впервые мы внедрили новую систему интервального регулирования и обеспечения безопасных движений поездов. Мы одними из первых с точки зрения рациональности экономного и снижения эксплуатационных затрат перешли от централизованного отопления подземных станций метрополитена на автономное отопление. Впервые среди метрополитенов одни из первых внедрили вместо волновода радиочастотный кабель, по которому он позволил нам технологическую тоннельную связь организовать. По нему, по сути дела, можно и видеоинформацию перебрасывать с вагонов метрополитена, которые мы раньше там предусматривали вот в этом отношении. Также проводили и проводим работу с целью повышения культуры обслуживания пассажиров. Вот в рамках городской программы, которая общая была в 2008 году, у нас была внедрена система автоматического учета и контроля оплаты проезда пассажиров. Это вот когда внедряли электронное проездное. В 2020 году мы приобрели и установили на всех станциях метрополитена аппараты по продаже жетонов, в пополнении транспортных карт. После опытной эксплуатации у нас появилась возможность, в принципе, внедрить бескассовую систему обслуживания пассажиров. У нас сейчас 98% пассажиров покупает или пополняет транспортные карты через аппараты. То есть у нас касса днем практически не работает. Они работают у нас с 6 до 9 и с 16 до 17 в пиковое время. В основном мы сделали для тех, будем говорить, в возрастной категории работников, которые пополняют социальные карты. Для них в определенной степени еще существует сложность пользования аппаратами. Хотя мы на каждом аппарате установили кнопочку. Если какие-то вопросы есть, кнопочку можно нажать, и сотрудник нашего метрополитена подойдет. С 2004-2005 года у нас активно ведется работа по усилению антирористической защищенности на метрополитенах. Вот в рамках правительственной программы в 2004-2005 году все станции метрополитена и электродепо Кировска были оснащены системой видеонаблюдения, записи охранной сигнализации, системой контроля управления доступа на объект инфраструктуры метрополитена. С 2013 года, вот в сюжете, который перед этим показывали, все станции метрополитена были оснащены устройствами в целях повышения безопасности пассажиров и исполнения требований законно-транспортной безопасности. Досмотровые устройства, которые все-таки гарантируют и обеспечивают безопасность наших пассажиров. В связи с этим у нас было и создано специальное подразделение службы транспортной безопасности, которую мы в прошлом году аккредитовали в соответствии с требованиями законодательства. То есть мы на месте не стоим и постоянно, постоянно усовершенствуем. Тем более, как тоже самое в сюжете были, у нас активно ведется работа в рамках, опять же, государственной программы и программы Самарской области по развитию транспортной системы Самарской области. Это по обновлению и капитальный ремонт вагонов по электроподвижному составу. На 2023 год мы запланировали еще капитально отремонтировать 10 вагонов. — Ну и к тому же сейчас станция... Ну это как бы отдельная такая тема, после ввода в эксплуатацию вагонов вообще понадобится больше. Я вот еще о чем подумал. Ведь метрополитен — это огромное хозяйство и, соответственно, огромный коллектив. По-моему, тысячи человек, если не больше, работают у вас. Вот расскажите о коллективе. — Ну у нас, будем говорить, сейчас вот работает больше тысячи человек, да, по штатному расписанию у нас 1332. — Тысячи триста. Тысячи триста — огромный коллектив. — Огромный коллектив, да. Вот на первоначальном этапе коллектив сотрудников метрополитена, он формировался из работников Кубишской железной дороги. По сути дела, метрополитен — это маленькая подземная железная дорога. — Ну да. — Да, и для того, чтобы как раз все это дело освоить, которое новое было, поэтому привлекали железнодорожник. Коллектив возглавил на тот период Корнауха Игорь Ивановича. Это опытный железнодорожник. Он на тот промежуток времени работал главным инженером Кубишского отделения железной дороги. Само Кубишского отделения. Он за короткий промежуток времени сформировал коллектив, опять же, из железнодорожников, которые смогли все-таки решить сложную задачу. Это период подготовки и ввода в эксплуатацию нового вида транспорта в Кубишевой, тем более с сотрудниками. Для подготовки специалистов, чтобы подготовить и обучить, в частности, это машинистов электропоездов, дежурных по станции. Нам в этом отношении помогал Минский метрополитен. Достаточно хорошо мы там своих машинистов электропоездов обучали. Но сейчас, на данный промежуток времени, у нас более 450 рабочих мест и 139 наименований профессий. Это говорит о том, что все-таки метрополитен – это сложный инженер технического сооружения. Это, будем говорить, как само сооружение, электроснабжение, инженерия, вентиляция, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. А эти сейчас огромные сети, потому что там… Ну, практически существуют и специальности, которые не только востребованы, будем говорить, в нашем метрополитене, но и отрасли связи, энергетики, коммунального хозяйства. То есть у нас все специальности, по сути дела, существуют. Если смотреть вот и рассматривать, как я уже говорил, у нас порядка 78 работников работников еще работают сначала, ввода в эксплуатацию метрополитен, по возрастной категории, порядка 10% – это у нас молодежь до 30 лет работает, 36 где-то процентов – это до 50 лет, основная категория – это свыше 50 лет. То есть у нас состав не… будем говорить, такой вот молодой совсем уж, да, с целью привлечения молодых специалистов. У нас специально разработано положение молодому специалисту, которое позволяет молодому специалисту, который приходит трудиться после учебного заведения, ему производить доплату до 30%, чтобы его простимулировать, чтобы он набрал с опыта и все-таки закрепить на нашем предприятии. У нас созданы все условия для занятий спортом. У нас два тренажерных зала функционируют, работают, где наши работники активно занимаются, будем говорить, спортом. У нас достаточно хорошие команды, как по волетболу, настольному теннису, мини-футболу, в которой активно принимаем участие, как в городских соревнованиях, областных, в спартакиаде, которые организуют ассоциации метрополитенов, среди работников метрополитена. И мы достаточно хорошие призовые места занимаем. Если по ассоциации метрополитенов, мы по волетболу занимали первое место среди метрополитенов, даже обыгрывали и московский, и питерский метрополитен. То есть, на самом деле, вы живете очень насыщенной жизнью. Да, да, да. То есть, мы просто со стороны-то не видим, а там же своя жизнь. Да, 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 жизнь. И всю эту жизнь у нас организуют профсоюзные организации, которые у нас созданы. У нас порядка 80% состоит в профсоюзе. У нас действует коллективный договор, который направлен на повышение социальной защиты наших работников. Это очень здорово. Кстати, насколько я знаю, к юбилею ведь написана еще и книга. Кто автор и о чем это издание? Ну, я бы это громкое название сказать, что эта книга – это прошура в виде журнальщика небольшого, в определенной степени. Какого-то одного автора нет. Я считаю, что это, будем говорить, работа всего коллектива. Мы к этому юбилею подготовились таким образом, что это, по сути дела, небольшие репортажи, воспоминания наших работников. В начале функционирования метрополитена, кто в этом активно занимался, о буднях, которые работники наши на данный промежуток времени работают. Ну, и немножечко, наверное, мечта, чтобы метрополитен подрастал и развивался для того, чтобы он был доступен большим процентам наших жителей города. Об этом мы чуть позже поговорим, а сейчас я предлагаю сделать еще одну паузу. Давайте еще один сюжет посмотрим, затем продолжим. Для жительницы Самары Надежды Александровой метро – любимый вид транспорта. Он не просто самый удобный, но и самый интересный, рассказывает женщина. Ее всегда интересовала история создания городской подземки, поэтому Надежда и решила участвовать в викторине Самара в движении, чтобы применить накопленные знания. Говорит, что попадались и сложные вопросы. Чтобы в будущем знать ответы и на них, женщина продолжит изучать историю метро. Собираюсь каждую станцию посетить именно с точки зрения того, что я еще не знаю, и другими глазами на это посмотреть. Для Светланы Головченко самым сложным оказался вопрос про тип платформ ожидания. А вот протяженность метро женщина знает наверняка. Самый вопрос простой. Наверное, вот протяженность метро, самый первый вопрос, что у нас протяженность 11,6 километров. Метро нравится больше всего, конечно. Почему? Вот хотелось бы, чтобы оно больше развития у нас получило. Для самых эрудированных самарцев сотрудники метрополитена устроили экскурсию. Показали работу диспетчерской службы и как функционируют основные механизмы подземки, которые находятся в машинном зале. Все для того, чтобы в будущем даже на технические вопросы были ответы. Также победители викторины наградили призами, среди которых сувениры и транспортная карта с юбилейным дизайном. И главное, с положительным балансом, рассчитанным как минимум на 30 поездок. Сергей Владимирович, судя по этому сюжету, юбилей отметили ярко, скажем так. То есть коллектив был награжден и все как положено вообще. Ну, к юбилею мы готовились в течение всего 22-го года, и мероприятия разрабатывали, будем говорить, и проводили данное мероприятие. Ну, в течение всего 22-го года в средствах массовой информации, в принципе, размещались репортажи о буднях метрополитена, да, которые проходили, воспоминания ветеранов метрополитена, которые были. И один момент, в коллективах к юбилейной дате готовились слайд-шоу, так называемые, по каждому подразделению. Это начиная, как коллектив создавался, да, ветеранов там вспоминали вот в этом отношении. Второй момент, вот 6-7 октября мы впервые за 25 лет в городе Самаре организовали очередное заседание Совета Международной Ассоциации Метрополитенов, к нам в гости приезжали все руководители метрополитенов Российской Федерации, ближнего зарубежья, приезжали с Минска, с Ташкента, приезжали представители заводов и изготовителей, которые поставляют оборудование для метрополитенов, был генеральный директор метровагон Маша, это завод как раз, который изготавляет и проводит капитальный ремонт вагонов метрополитена. Второй момент мы провели среди жителей города Самара викторию на познании метрополитена. Она достаточно, будем говорить, активно прошла, были определены два победителя, и вот на станции Алабинской им были вручены памятный порядок. Подарки мы провели им, экскурсию по станции Алабинской, ознакомили. И, конечно, финал всего этого мероприятия, даже если у нас прошел, 23 декабря в Дворце культуры имени Пушкина, где была торжественная часть с награждением наших работников. 50 работников мы наградили, наградили как от губернатора Самарской области, от городской администрации, департамента транспорта, своим ведомствам наградными. Один из тех работников мы вручили, у нас существует знак «Почетный работник Самарского метрополитена». Вот 11 работникам мы как раз к этой юбилейной дате им эту награду вручили. Самару ждет важнейшее событие, на мой взгляд, мы сейчас, может быть, даже до конца не понимаем, это я имею в виду ввод в эксплуатацию 11-й станции, станция метро Театральная, потому что транспортная инфраструктура изменится, на мой взгляд, кардинальным образом. На ваш взгляд, взгляд специалиста, какие возможности получат жители Самары, гости Самары, пассажиры, вот после того, как все это произойдет? Ну, наверное, самое главное, что они получат, они, большее количество наших жителей воспользуются комфортабельным, безопасным и скоростным видом транспорта. И пессимистическое прогноз, это на 15-20 процентов увеличится пассажиропоток, да. Но, на мой взгляд, наверное, будет достаточно больше. Если у нас вот параллельный маршрут, который проходит по Гагарина Победы, это 34-й, 41-й, они все в ту сторону идут. По-моему, все пассажиры, которые едут с Беземянки, они все пересадут на метрополитен. Потому что с Беземянки доехать, будем говорить, до площади Куйбышева за 20 минут на никаком видном транспорте наземном, конечно, не проедешь. Без трубок, быстро, комфортно. И здесь ведь важнейший момент еще какой. Это ритмично, это надежно. И плюс, метрополитен, это летом прохладно, а зимой тепло. Это вот, ну, то, что вот не добавить, не убавить. То есть ты туда спускаешься, и там всегда достаточно комфортно. Все-таки иногда, когда говорят, что метрополитен это погодный вид транспорта, я немножечко не очень это воспринимаю. Потому что все-таки метрополитен, независимо от погоды, в любое время суток, он должен ритмично перевозить. И у нас график движения поездов, он, в принципе, ниже 99,99 сотых, он никогда не бывает. То есть это будет график движения, у нас практически не бывает. Вот как запланировано, так и работает. Да. А вот если, скажем так, помечтать хотелось бы, вот дальше что? Возможно ли в будущем появление 12-й станции? Ну и так далее. 13-й, 14-й. Ну, как вот запомнилась фраза и высказывание первоначальника метрополитена Корнауха Игоря Ивановича, он всегда на каких-либо мероприятиях говорил, что у метрополитена есть начало строительства, а нет завершения строительства метрополитена. Метрополитен он все-таки должен развиваться. Один момент, он дорогостоящее вид транспорта. Да. Один момент. Второй момент, он должен больше все-таки охватывать город проходить, его охватывать вот в этом отношении. Но если до первой линии метрополитена, я считаю, что все-таки перспектива строительства 12-й станции метрополитена, она все-таки существует, есть. И я бы, если бы его строил, то, конечно, 12-ю станцию, наверное, я бы ее поставил бы в сквере Высоцкого. — Так. А вторая линия? Я понимаю, это сейчас вот как бы мы с вами теоретизируем, но а вторая линия возможна? Вот, потому что ведь когда-то я читал, изучал и слышал разные мнения, что были идеи по поводу второй линии. — Ну и вторая линия, она, в принципе, прорабатывалась. Есть один момент. Первый вариант второй линии метрополитена, будем говорить, это с района Стрелки, это где Фрунзенский мост находится, да, через железнодорожный вокзал до станции Московска, дальше найдет по московскому шоссе. — То есть под московским шоссе? — Да. — И будет уходить вот туда, так сказать, на Кошелевпроект, по сути дела? — Ну, направление туда. — Ну, что я могу сказать? Если это произойдет для начала вот сквер Высоцкого, как вы сказали, это будет на... А затем, продолжив строительство второй линии, ну, это будет на самом деле идеально, потому что это решит огромное количество транспортных проблем, но очень многие люди, на самом деле, просто перестанут, во всяком случае, так часто ездить на собственных автомобилях. — Спасибо за интересную и содержательную беседу. Надеюсь, что мы в ближайшее время как можно быстрее увидим станцию метро «Театральная», ну, и затем можно будет подумать о строительстве новых станций, потому что Вы очень хорошо сказали, метро можно начать строить, а затем оно должно строиться постоянно. Спасибо. — Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Сергей Шамин, директор муниципального предприятия городского округа Самара «Самарский метрополитен». Удачи в делах, всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!